Сегодня мы за месяц уже второй раз будем рассматривать вопросы труда, занятости населения, задолженности по зарплатам, пенсионного, социального обеспечения. Но мне кажется, что, безусловно, непререкаемая важность этих вопросов, но все они зависят от состояния экономики. И вот в очередной раз взял настольную книгу «11 указов президента», я насчитал 218 поручений правительства. Взял, потрудился и проранжировал. Кому же поручения? И понять, почему же проблема-то у нас главная. Вот послушайте внимательно. По экономической политике 28, по государственной и социальной политике 34, по здравоохранению 14, образование и наука 24, жилье и ЖКХ 20, госуправление 56, межнациональное согласие 6, вооруженные силы ОПК 15, военная служба 12, а внешняя политика 1 и демография 8. То есть вот даже по количеству поручений президента видна, где у нас самая главная проблема. И, вероятно, это не случайно. Вот взяв несколько вопросов, которые могли бы охарактеризовать, как говорильня вокруг модернизации, инноваций и прочих ций реализуется в жизни, мне кажется, что любой нормальный человек и немножко сведущий в экономику, он бы что взял? Структуру ВВП. Как она поменялась за 16 лет, да? Ну, если мы ведем модернизацию, выполняем указ по 25 миллионам рабочих мест высокотехнологичных, которые надо организовать, то что надо сделать? Надо обратить внимание на то, кто же это должен и может создавать. Вот подумайте, у нас, к сожалению, множество стратегий, теперь модное слово дорожных карт вместо плана мероприятий, понимаете? Но они чем оборачиваются? У нас каждая новая стратегия появляется примерно за два года до отчета о предыдущей. В результате никто не отчитывается, но, как правило, берется горизонт 10, 15, 20 лет и рассказывает, как будет хорошо потом. Ну, чтобы не быть голословным. Кто организовывает все же из отраслей высокотехнологичные рабочие места? Авиастроение, да? И ракетостроение. Там, где мы еще совсем недавно были в лидерах, на 50 лет по пилотируемому космосу наши станции бороздили просторы, когда американцы еще об этом не сильно думали. Судостроение. Только страна, могущая делать подводные лодки атомные, может называться сверхдержавой. Понимаете? Следующий кто? Транспортное машиностроение, автомобилестроение, сельхожмашиностроение, ну и все эти отрасли, если при разумном управлении, обязательно должны востребовать станкостроение. Вот я, к своему несчастью, общаюсь со всеми ассоциациями, которые связаны с этими отраслями, и имею прямо из первых рук данных. Что же происходит? Смотрите, что у нас происходит. У нас на космос назначают людей, которые похоронили лучший в стране некий достанкостроительный завод на автовазе. Что происходит дальше? Вот многих из вас, как и меня, опечалили частые падения наших ракет, в том числе с прогрессом. Когда лет 20 назад это было обыденностью, даже никто не обращал внимания. Ну подумаешь, запустили там спутник и не считали, что это, в общем-то, что-то сложное. Но, когда начинаешь вникать, вот смотрите, аргументы недели опубликовали две разгромные статьи. Одно обращение рабочих Воронежского завода, или работников, если точнее, о том, что произошло на этом заводе после назначения в Роскосмос руководителя с автоваза. Он взял и вместо профессионального ракетчика, который вырос с самых низов, назначил эффективного менеджера. Что сделал эффективный менеджер? Первым своим распоряжением уволил генерального конструктора ракетостроительного предприятия, который, в принципе, нельзя в огороде его вырастить. Понимаете? Это человек, который, мало того, что он должен быть суперконструктором, он еще должен быть практиком, провидцем технологий, технологий конструкционных материалов и других вопросов. Но, следом же за этим, пошли увольнять и начальников отдела управления. Вот главная причина падения. Потому что, когда медведь заходит в посудную лавку, ищет там мед, он всегда набьет посуды, но мед не найдет. Понимаете? Но страшнее другое. У нас в стратегиях написано, к 2025 году тысяча самолетов МС-21 будет бороздить просторы наших небес. Но давайте посмотрим, что в реальности. Суперджет уже по этим же дорожным картам должен бороздить по 100 штук в год. Уже должно быть 500. А реально на данный момент 92 самолета, и из них 20% не летает. Понимаете? Если посмотрите дальше, а насколько они соответствуют принципам импортозамещения? Потому что что такое импортозамещение? Это надо от отверточной узловой сборки, в автомобиле строения, о котором нам много рассказывали, вообще перейти к локализации, чтобы узлы, детали, агрегаты изготавливались в нашей стране. Что же получается в реальности? На 110 миллиардов долларов завезли мы узлов, комплектующих деталей из-за границы в прошлом году. А машину вывезли аж на 3,5 миллиарда долларов. Получается, что мы с вами как раз обеспечили Германии плюс к балансу дебета кредита, внешней торговли. У нее 100 миллиардов плюсом, понимаете, автомобиле строения. А мы организовали на 100 миллиардов долларов рабочих мест, налоги заплатили, высокопроизводительные рабочие места и все другие вопросы. Если посмотрите дальше, я вам уже с этой трибуны проводил данные по радиоэлектронной промышленности, где из 50 миллиардов долларов нашего рынка 36 миллиардов завозится извне. Причем это чувствительные вопросы. Можно тешить себя иллюзиями о том, какие у нас хорошие хакеры, но мы должны понимать, что не только железо, но и мозги хакеров, которые работают на этих устройствах, они на самом деле сделаны там, и мы никак не можем залезть туда, если мы это не конструируем и не понимаем принципов действий. Если посмотреть дальше, судостроение. Вы ведь посмотрите, у нас сегодня речной флот почти загнулся, хотя это самый дешевый вид транспорта, особенно в районах Сибири, Дальнего Востока, да и здесь, в европейской части, у нас очень было развито речное судоходство, судоходство, понимаете, и пассажирское, и транспортное, сегодня оно находится вообще в убийственном состоянии. Если посмотрите дальше, авиастроение. Под разговоры об МС-21, Суперджет, реально, где Илюшин? Илюшин. Илюшин, с точки зрения безопасности, самый безопасный летательный аппарат в мире. Если вы посмотрите, по числу аварий и жертв, связанных с техникой, это номер один. Но его же нет. А на чем летает наша государственная компания Аэрофлот? А в нее 540, с хвостиками, если я не ошибаюсь, Аэрбасов и Боингов. Это что получается? Мы за бюджетные деньги купили в ущерб своим авиастроительным заводам и обеспечили Аэрбас и Боинг рабочими местами и всем остальным. Если посмотреть дальше, 1432 постановление. Я с этой трибуны 10 раз вас спросил, поддержите в бюджете. Добились через письма президенту, позвали Мантерова. Вам во весь эфир сказали, 107 миллиардов будет на всю промышленность. И что? 2,5 месяца прошло, а ОС и Ныне там. Почему? Потому что Минфин с Минэкономразвития это главные тормоза вместе с Центробанком нашей экономики, которые за 4 месяца после поручения президента палец о палец не ударили, чтобы внести 3 слова поправок в положение фонда будущих поколений или резервном фонде, чтобы отдать все-таки 73 заводам, которые в 3 раза больше отдадут бюджетную систему. Если посмотреть дальше, у нас есть рекомендация ООН, что заработная плата не может быть ниже 2 долларов в час. Что происходит у нас? Возьмите минимальный размер оплаты труда, разделите на 184 часа, и сколько же это получается? Поэтому мы считаем, что вообще-то нам бы надо было здесь, не топили нас слушать. Мы уже слушали здесь голодец. Надо было послушать нового министра экономического развития. Почему? Потому что то, что он говорит в интервью, говорит, что он еще круче, чем у Люка, и в части надесения вообще непоправимых действий российской экономики. А нам с вами надо вообще указы и постановления, поручения 218 выполнять. Спасибо.